Нужно напомнить, что между Соединенными Штатами и Россией в 1999 году было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Если у правоохранительных органов Соединенных Штатов есть законные обоснованные претензии, они должны были соответствующим образом направить документы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и дальше уже взаимодействовать совместно по установлению виновности данного человека, я имею в виду Романа Селезнева. И, конечно же, возможно рассматривать вопрос о его экстрадиции, но в рамках закона и защищая его права. То, что произошло на Мальдивах, это один из элементов по ухудшению ситуации во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Россией. Конечно же, то, как это происходило, когда на глазах у семьи, у маленького ребенка, его отца на курорте скручивают, как некого террориста, увозят в неизвестном направлении. Фактически у этого человека, у Романа Селезнева, не было возможности позвонить своим родным, близким, сообщить об этом, попросить о допуске защитника, о наеме адвоката. До сих пор родственники не знают, где он находится и какое именно обвинение ему предъявлено. Конечно, то, что Соединенные Штаты позволяют себе хватать граждан Российской Федерации, вывозить на свою территорию и грубейшим образом нарушать их права, говорит о том, что фактически существует система двойных стандартов. Права собственных граждан и свои интересы они соблюдают очень строго, а права и интересы граждан Российской Федерации и Соединенные Штаты вообще не учитывают и никоим образом не защищают. И в данном случае, конечно, нам нужно как в стране выступать здесь в защиту законных прав и интересов Романа Селезнева как гражданина Российской Федерации. И подобную практику нужно пресекать на корню.